Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Валекса. И мы с вами сегодня вот на такой красивой колонии, которая называется Тара Иллюминатов, будем смотреть тенденции этого лета. Расклад общий. У кого-то может что-то поиграться, а что-то нет. Поэтому каждый возьмет информацию, которая именно заходит ему. Итак, лето у нас в самом разгаре, самая середина лета. И если вам это видео попалось, допустим, зимой, то тогда смотрите на тот сезон, применяйте, адаптируйте к тому сезону, в котором проживаете сейчас, и смотрите это видео. Итак, тенденции этого лета для вас. Тут у нас будет шесть позиций, и мы с вами разберем, что вам ожидать. Тенденции этого лета, оставшиеся его части. Сначала мы с вами возьмем сигнификатор, посмотрим, кто меня сейчас смотрит. И дальше уже будете решать, проигрывается у вас это или нет. Так кто меня смотрит? Ух ты! Прям ангеловы в плоти меня смотрят. Смотрите, старшая аркана, умеренность. Люди спокойные, выдержанные, готовы прийти на помощь. Я, знаете, я вот по этому аркану, не сразу из потока идет информация, воины света. Я сама являюсь воином света, и это определенного рода предназначение, определенного рода серьезное такое испытание в физическом теле. Так вот, меня смотрят люди, уверенные в себе, люди харизматичные, люди спокойные, либо идущие к этому определенными дорогами, к этому спокойствию, к этой уверенности, желающие обрести принятие в этой жизни, вот. И люди, которые ищут баланс, желают уравновесить все энергии своей жизни и быть счастливыми. Очень хорошая карта, кстати. Итак, тенденции этого лета. Первая позиция – это, так и называются, перспективы, надежды. Что несут оставшиеся дни? Перспективы этого лета – ваши надежды. Что вам несут оставшиеся дни? Смотрите. Еще одна старшая арка – это карта мир. И эта карта говорит о том, что, ну, если вы зашли в трансформацию, то всего скорее вы будете подходить с достойными результатами в этот период, к концу лета, к осени, да, многое осознаете, многое поймете. В любом случае, карта мир – это что-то заканчивается, причем в варианте плюс, и что-то начинается, опять-таки, в варианте плюс, да. То есть вы с одной ступенечки, как бы, да, вот как вот дети переходят из первого во второй класс и так далее. Вот так же вот вы с одной ступенечки своего развития духовного, а у кого-то, может быть, и физического, да, и кто активно, допустим, с телом работает, да, переходите на новую ступень. Причем переходите успешно. И верите в это? Верите в себя. Планируете свой успех. И я за вас очень рада. Это классно. Вторая позиция – акценты лета. То есть сфера, которая будет доминировать и оттянет на себя больше внимания. Акценты этого лета для вас. Сфера, которая доминирует. Смотрим. Так, смотрите, тут у нас принцип чаш. Любовная сфера, конечно. Любовная сфера. Сфера отношений. Но я хочу сказать по этой карте всего скорее. У кого-то может проиграться вариант а-ля курортный роман, да. По «Рыцарю чаш», здесь «Принц чаш», да, очень красивые романы происходят в жизни людей. То есть это любовная сфера. Чаш – это всегда любовная, эмоциональная сфера. Очень красивые романы, очень такие яркие. Они прям сказочные. Они даются человеку, независимо от того, кто меньше смотрит, мужчина или женщина, как подарок, как радость, как счастье для того, чтобы вы поняли, как это вообще бывает в жизни. Но есть одно «но». По этой карте такие романы длятся недолго. Они как вспышка. Они как те огоньки, которые зажигаются на Новый год, ярко освещают, радуют, но быстро прогорают. Поэтому, возможно, у кого-то уже начался роман, а у кого-то ещё только предстоит знакомство. Я что вам хочу сказать? Вернее, знакомство, которое перерастёт в яркий бурный роман. По таким картам проходит часто курортный роман, да, если вы едете в отпуск, либо служебный роман, да, вот всплеск прямо вот эмоций, взрыв, впечатлений и так далее. Что я вам хочу сказать? Если вы почувствовали, что вас затягивает круговорот вот такого вот сказочного взаимодействия, да, между мужчиной и женщиной, партнёрством, отдайтесь течению, но не вовлекайтесь очень глубоко эмоционально. То есть просто радуйтесь тому, что происходит, радуйтесь каждому днём, каждому мгновению, как оно легко зашло в вашу жизнь, оно так же легко и уйдёт. И оставить только приятные впечатления и базу, вашу базу, как раз вот по этой карте, основу для того, чтобы вы знали, чего хотеть дальше в отношении. Понимаете? Поехали. Следующий. Главное событие, чего ожидать? Главное событие этого лета, чего ожидать? А вот здесь, смотрите, печалечка, да, у нас девять мечей, и главное событие – это то, что, ну, вот смотрите, всё-таки к концу лета по карте мир, я немножко тут вернусь, по карте мир вы всё-таки справитесь с какими-то своими трагичными по девятке мечей, тревожными образами мышления, да. Здесь проработка ментального плана будет. Ну, конечно, может быть, вы и пострадаете, да. Действительно, вот видите, прям карта подтверждает, то есть если будет бурный роман, и если вы глубоко вовлекётесь, да, этот роман, кстати, будет толчком для вашего осознанного перехода. То есть вы тут многое поймёте, что нужно учиться впускать и отпускать, да, вход и выход. Так вот, вот по девятке мечей очень много страданий придуманы, понимаете? Это те страдания, когда мы делаем из мухи слона, когда реальных проблем практически не существует, но мы впадаем в жертву, опускаем свои вибрации и начинаем страдать, потому что, ну, вроде как других вариантов у нас нет. На самом деле другие варианты есть. Идти дальше с песней по жизни, получить опыт, поблагодарить за этот опыт партнёра, который пришёл и ушёл, допустим, или человек, может быть, это будет коллега, допустим, с которым было хорошее взаимодействие, да, или ещё что-то, неважно, кто-то пришёл и ушёл в вашу жизнь, учитесь впускать и отпускать, да. То есть не надо привязываться эмоционально, не надо вовлекаться до такой степени, что потом приходится страдать. Вот этот урок вы будете проходить этим летом, и я так думаю, по этой карте успешно будете проходить, и получите прекрасный, замечательный опыт. Сюрпризы. Теперь смотрим по что-то позиции. Сюрпризы неожиданности этого лета. Каковы сюрпризы будут? О, тут какая-то великая щедрость, а вселенная прямо идёт к вам в руки по шестёрке Пентагна. Я люблю эту карту. Это карта щедрости, это карта обретения, может быть, какого-то богатства, может быть, выигрыша в лотерею, если выиграть, а может быть, поиск своего предназначения завершится совершенно неожиданно с подсказки кого-то, совершенно удачно, очень удачно, да. Шестёрка Пентагна – это обогащение, да. Вот. И вот такой вот сюрприз вас ожидает, может быть, вас ожидает какая-то находка. Может быть, вы ходите с металлоискателем, и найдёте кучу золота, да. Это я так шучу, ну, а вдруг и правда. Тогда берите металлоискатель, если он у вас есть, и вперёд. Сейчас довольно хорошее, подходящее время для этого. По шестёрке Пентагна прекрасное. Кто-то будет к вам щедр, да. Не стесняйтесь спрашивать, если вам что-то нужно, какой-то помощи, пусть даже это будет материальная помощь, пусть даже это будет моральная помощь. Обязательно спрашивайте, это принесёт свой результат, свой положительный результат. для вас. По пятой позиции, давайте смотреть, чего опасаться. Хорошо-то, когда мы хорошо. Как говорится, лучше соломки подложить, там, где вдруг ты упадёшь, да. Потеря пятая позиция, чего опасаться. Ага, тут была шестёрка Пентагна, а тут десятка Пентагна. Смотрите, если вы на низких вибрациях то, что обрели, будете сопровождать низкими вибрациями, то есть не будете благодарить, будете требовать ещё, 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 мне мало-мало, то как раз вот это ценное, и можете потерять. Понимаете? Десять Пентагна у нас, сама психокарта очень хорошая, но позиция-то выпала какая? Потери, да, чего опасаться. То есть, так же, как приобрели, так же можете и потерять то, что приобрели. Поэтому, как сделать так, чего опасаться, и как сделать так, чтобы не потерять? Конечно, в первую очередь быть благодарным. В первую очередь, потому что люди, когда мы считаем, что это к нам пришло естественным образом, за это не нужно благодарить, даже там дверь нам открыли, а мы не поблагодарили, да, допустим, в подъезд, или нас кто-то подвёз, а мы сказали, удачной вам дороги, и не поблагодарили, да, либо ещё какие-то нюансы, если это всё, понимаете, во Вселенную заходит в ваше информационное поле, это будет звучать, как неблагодарность. Учитесь благодарить, учитесь быть благодарными и за хорошее, и за плохое. А самое главное за плохое. Знаете почему? Потому что возможность, плохое ведь хорошее, это всё оценки людей. На самом деле нет ничего ни плохого, ни хорошего, есть просто опыт. И если нас кто-то обидел, если даже нас, допустим, к примеру, здесь может про, проигрываться, потереть денег, кража, допустим, да, если, ну, кто-то у нас что-то украл, допустим, да, вот, а вы ходите на нервах, во зле, не умеете принять это с благодарностью, вы не даёте своей душе возможность быть легче. А когда душа становится легче, она идёт на вибрации любви, да, то есть нужно всё принимать, что приходит в вашу жизнь с благодарностью, нужно прорабатывать принятие, чего вы успешно всего скорее сделаете этим летом. Последняя позиция. Дыхание осени, то есть подведение итогов и новые надежды. Подведение итогов и новые надежды. Ну вот, смотрите-ка, 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 старший аркан влюблённый. Вообще, у нас с вами три старших аркана в раскладе, хоть расклад и небольшой, и это очень круто. Дыхание осени. Смотрите, если вдруг вы получите печальный опыт после бурного, красивого, прекрасного взаимодействия, я не называю это сейчас роман, потому что это может быть просто, допустим, взаимодействие по работе, которое вас вдохновит, впечатлит и так далее, либо кто-то в гости к вам будет приезжать, и вы будете под впечатлением, а потом это всё закончится. Так вот, это всё заложит в вас информацию любви, любви и благодарности, и на осень вы будете получать результат, косить результат, так сказать, собирать урожай, который, который непосредственно опять коснётся любовной сферы. То есть здесь вы уже, получив какой-то опыт, проработав его, смело, простите, пойдёте этот опыт реализовывать свою жизнь и реализовывать успешно, с чем я вас поздравляю. Пока-пока.